Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы с нашей преподавательницей по русскому языку Анастасией Гласной. Это я. Будем решать вариант ОГЭ по русскому языку, проверим мои способности в русском языке. Я вам покажу, насколько я хорошо и прекрасно знаю ваш язык и буду впечатлять знаниями классического, традиционного, филологического русского. Вот. Но, собственно, Настя будет показывать, в каких моментах я прав, а в каких очень прав. Поэтому начнем с первого задания. И, Настя, есть ли пожелания аудитории? Смотрите, да. Во-первых, первое задание тестовой части — это синтаксический анализ. Равель сказал, что он замечательно знает русский язык. Я, конечно, уверена. Вот сегодня мы это проверим. Как мы выполняем синтаксический анализ? Да, небольшое пожелание тебе и вообще всем нашим слушателям, зрителям. Лучше сначала читать сами варианты ответов и только потом переходить к предложениям. Мы проверять, правильно или неправильно. Так мы и сэкономим время. Потому что если мы будем сначала читать гигантский текст, то мы очень много времени потеряем. Ладно. Учитывая, что я подсмотрел ответ на первое задание, мне кажется, будет попроще. Поехали. Итак, первое предложение — односоставное назывное. Нужно объяснить, да, что это? Односоставное — это значит, есть один главный член предложения. Да. Типа только подлежащее, например, или только сказуемое. Да, ты прав. А в случае, если оно назывное, то подлежащее. Откуда ты это все знаешь? Потому что назывное, название, типа имя, а этот... в английском глагол как будет? Нет, noun, осуществительное. Наум. Вот, потому что от латинского name, номен, типа имя. И, соответственно, назывное, скорее всего, это подлежащее. Друзья, ничего себе, какой у вас тигр. Ну, это... на юрфаке просто латинский немножко это гоняют. Дальше. Предложение содержит одно грамматическое... Проверь, это первое предложение. А, короче, да, получается, вот типа, они нам дают суждение, а первое предложение вот такое. Мы читаем первое и говорим, да или нет. Да. Но здесь глушь, тайга, сырость и комары. Ну? Я знаю, что нет, но не понимаю пока, почему нет. А какие здесь вот главные члены, ты видишь? Подсмотрел ответ. Глушь, тайга, сырость, комары. Это подлежащее. Здесь же только подлежащее есть, но почему первое нам не подлежащее? Но оно не односоставное, да? Типа, много их подлежащих. Ну, это значит, что оно просто есть однородные подлежащие, ну и что дальше? Ага. Потому что, видимо, есть ещё один главный член предложения. А где он? Где-то есть. А где где-то? Ну, мы точно знаем, что оно больше не односоставное назывное. Оно назывное, потому что есть подлежащее, да? Ну, не совсем. Вот на самом деле, да, Равиль посмотрел ответ, и поэтому точно верю, что первый вариант ответа нам не подходит. Но по факту он нам действительно не подходит, во-первых, потому что здесь есть обстоятельства места, да, здесь. Видишь, где здесь? А как ты думаешь, к чему может относиться обстоятельство вообще в предложении? К вам вопрос тоже. К чему относятся обстоятельства? То есть от какого члена предложения мы задаём вопрос к обстоятельству всегда? Где здесь? Ну, от подлежащего? От подлежащего, думаешь? Вот смотри, у нас есть группа сказуемого и есть группа подлежащего. Группа подлежащего – это исключительно определение. То есть, допустим, желание какое? Желание жить. Желание какое? Желание учиться. Так. А обстоятельства – это всё-таки группа сказуемых. И вот если мы наблюдаем предложение, которое очень похоже на односоставное назывное, потому что в нём представлены только какие-то подлежащие, даже если их 150 штук, оно не будет являться односоставным назывным в том случае, если есть какая-то группа сказуемого, то есть обстоятельства. Ага. То есть предложение номер один по факту является двусоставным, неполным. Потому что типа сказуемое как будто подразумевается, но его нет. Абсолютно верно. Потому что здесь есть какое-то зависимое слово, а главного слова нет. Поэтому мы и говорим о том, что оно неполное, двусоставное. Вот так знали? Пишите в комментариях. Слушайте, скользко. А как это понять? Чисто выучить? Вот как не опасно на экзамене? Ну, смотрите, когда мы рассматриваем вообще синтаксис русского языка, мы должны понимать, что у нас предложение состоит из чего? Из словосочетаний. Словосочетания состоят из слов. Соответственно, когда мы рассматриваем предложение, мы должны увидеть, сколько здесь есть словосочетаний. Вот, например, в школе постоянно просят, там, вы пишите возможное количество словосочетаний из предложений. Все думают, зачем мы это делаем. Но по факту, для того, чтобы видеть, а у всех лиц зависимых слов есть главное слово. И вот, например, здесь мы видим слово здесь, которое является обстоятельством, и зависимое слово есть получается, а главного нет. А главное здесь подразумевается. Вот так вот. То есть находятся, располагаются там тайга и так далее и тому подобное. Разобрался? На жориста, да. Но непростая штука, типа не с первого раза. А часто попадаются вот такие в первом задании предложения? Да, достаточно часто. Достаточно часто, это правда. То есть это не на уровне исключения, которое один раз из тысячи выпадает, да, и можно забыть его перед экзаменом? Я думаю, в каждом третьем, в каждом четвертом задании попадается. Это часто. Это часто, 20-25%. Полный, неполный, обязательно, поэтому мы проходим. Угу, окей, ладно, второе, бахнем сейчас. Лес, как кладовая... Нет такого слова. А, старого. Всё, извините, я не увидел, мне кажется, старяга. Лес, как кладовая старого скряги, таит в себе больше негодного хлама, веками гниющего, чем полезного строевого материала. И нам, значит, накидывают, что это предложение содержит одну грамматическую основу. Так. Ну, погнали. Лес, таит. Ну да, всё. Больше ничего нет. Лес таит, да, больше ничего нет. А вот что это всё такое остальное, там, какие-то запятые стоят? Это допы. Что за допы? Ну, типа, дополнительные. Ну, машину покупаешь, вот добавляешь, что там, подсветку в салон и так далее. То есть это не основная штука. Вот, и, соответственно, лес какой? Ой, как кладовая старого скряги. Это, ну, такое, типа... Сравнительные оборудования. Накидывают описание. Хорошо. Давай дальше. Погнали. Пройдут века, и, конечно, культурный обильный лес сменит этот хлам веков, но пока это только хлам. И мы в нём... Никто же так не пишет никогда! Почему такие сложные предложения? И мы в нём изъеденные комарами, слепними... Авадами? Овадами. А, я думал, это как Гарри Поттер, типа авадокедавра. Мошкарой. Погнали. Нам накидывают, значит, предложение 3 содержит только сочинительную связь между простыми предложениями в составе сложного. То есть есть сложная, в его составе два простых, и между ними сочинительная связь. А тут точно два простых вообще? Не факт, не факт. Нам пока вот, ну, тезис такой закинули третьим. Сейчас мы его будем подтверждать или опровергать. Есть связь сочинительная, а есть подчинительная. Сочинительная — это через союз и. Не только. Ну, правильно. А ещё? Союз — но, союз — или. Это всё сочинительные союзы. А подчинительные? Подчинительные союзы. Я думал, но это подчинительные. Нет, подчинительные только где, когда, откуда, там и так далее и тому подобное. То есть в чём суть сочинительной связи? Когда мы видим сочинительную связь, есть несколько предложений, которые абсолютно равноправны между собой. Да и, соответственно, одного предложения к другому мы вопрос задать не можем. Если мы видим подчинительную связь, то от одного предложения к другому мы задаём вопрос. Вот, например, где бы ты ни был, помни о доме. Извини, я отвлёгся, ничего не понял. Так, ещё раз. Значит, если но — это сочинительное. Да. А вот если типа где, когда, куда, то это подчинительное. То есть подчинительный, даже, знаешь, не обязательно заучивать все союзы, потому что их очень много, да, там и союзные слова. Самое главное при подчинительной связи — задавать вопрос одного предложения к другому. Вот это самое главное. То есть одно служит другому, типа. Да, как бы у нас тоже есть король, да, есть какой-то слуга. Например, где бы ты ни был, помни о доме. Помни о доме — главное предложение, где, где бы ты ни был. Соответственно, где — это у нас что? Подчинительное. Вот, глянь. Давай попробуем. Значит, ещё раз. Нам говорят, что третье предложение содержит только сочинительную связь между простыми предложениями в составе сложного. Так страшно читать его ещё раз, ладно. Ну, посмотри на союзы самое главное. Что? Ты уже знаешь ответ. Что сделают? Пройдут. Конечно, культурный обильный лес. Что? Лес. Что сделают? Сменят. Этот хлам веков, но пока это только хлам. Мы, съеденные комарами. Ну, посмотри на союзы самое главное. Так, ну, везде и. Вы знаешь? Ну, сочинительное. Ну, естественно, да, потому что здесь нет вообще ничего подчинительного, ни одного союза. Ну, ты опять же уже знал, тебе вообще легко. Ну, а неинтересно же разобраться, почему? Может, они у нас обманывают. То есть мы здесь просто смотрим на какие союзы представлены. Ага. Всё. Смотрим четвёртое. Так отдыхает взгляд после недельного перехода, даже на таком слабом намёке на поле. Что и так отдыхает взгляд после недельного перехода, даже на таком слабом намёке на поле, как это, которое с обгорелыми пнями расстилается теперь перед нами. Четвёртое. Ну-ка, предложение четыре. Простое, простое, двусоставное. Простое, типа, ну, без заморочек, короче, да, но просто двусоставное, типа, есть подлежащее сказуемое и без всяких вот допов. А простое значит, что просто есть одна грамматическая основа. У нас есть простое с одной грамматической основой, есть сложные там с двумя и более. Вот какое-то предложение, простое или сложное? Хорошо. Вот так отдыхает взгляд. То есть взгляд, что делает? Отдыхает. Вот подлежащее сказуемое. После недельного перехода даже на таком слабом намеке на поле, как это, которое с углевыми пнями расстилается теперь перед... Как это? А это расстилается же ещё, да, есть? Что это? Местоимение. Ну, не совсем. Нет? Потому что как это, это вообще сравнительный оборот, да, видишь, он обособлен. Но здесь есть ещё одна грамматическая основа, ты увидел здесь сказуемая. Какой же всё-таки подлежащий вот во второй грамматической основе, как ты думаешь? Ну, расстилается. Только расстилается, а подлежащего нет? Вот я сейчас ищу. Которая, может? Да, молодец. Это союзное слово. Молодец. Которое расстилается. Я просто чувствую его интуитивно, потому что у меня много русского духа. Если поцарапать, берёзы, сок потечёт. Поэтому 4 неправильно. 5 предложение содержит... Предложение 4... Это же очень подло, то есть не два пункта на одно предложение, да? Предложение 4 содержит однородное сказуемое. Знаю, что нет. Почему нет? Да, здесь нет. Здесь потому что две разные грамматические основы. Итого, правильный ответ 2 и 3. Равиль справился, ну, практически без моей помощи. Молодец, молодец. Подсмотрев ответ. Так, теперь... Ага, смотрите, друзья. Как вы знаете, в русском языке примерно 50% баллов даёт сочинение, да? 9 баллов даёт сочинение. И скольки? И ещё из 33. То есть треть. Да, треть баллов. Кстати, правильно, из скольких. Из скольких? Да ладно? Да, реально. Из скольких? Я не знал. Вот теперь будешь знать. Спасибо большое, это очень ценно. Обычно я всегда всё правильно говорил. Круто. Из скольких? Ну ладно, поправимся. Из скольких баллов? Получается 9 из 33. За что ещё можно получить баллы? За грамматику. Ещё 10 баллов за грамматику. Но только грамматика оценивается как изложение, так и сочинение. То есть 5 баллов там плюс-минус за сочинение, то есть 14 баллов. Изложение на сколько даёт? 7 баллов. Итого, если мы правильно пишем, изложение плюс сочинение, это 9 плюс 7, 16, плюс 10, 26. Да. Из 33. А четвёрка с каким начинается? С 24. Из 24. То есть в принципе можно не заморачиваться, да, вот этими вот заданиями скользкими со второго по восьмое, если вы неплохо шарите в грамматике и умеете писать сочинение. У моей коллеги Анастасии вышло потрясающее видео, как писать сочинение 9.3. А его разве кто-то пишет? В школах же говорят 9.1 пишите все, да, нет? 9.1 это вообще лингвистическая тема, его никто никогда не пишет. Да? Да. А какой вот порядок, типа вот топ-3 сочинения? Топ-это 9.3, то есть 9.3 пишут везде, во всех школах постоянно. То есть первое место 9.3. Потом 9.2 и только потом 9.1. В обратную сторону, короче, да? Да, короче. Ну ладно, это же русский, не математика. Окей. И вот у Анастасии вышло потрясающее видео, называется «Как писать сочинение 9.3». Видите, оказывается, оно самое популярное. До экзамена остаётся немного времени, пора бы уже такие вещи знать, друзья. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео, там есть это видео, смотрите, учитесь, всего лишь 13 минут, очень здорово, можно получить до трети всех баллов. Ну и, конечно же, теория русского языка. Территория. Территория, да, двойная «р», вообще три буквы «р» в слове, мне кажется, это смерть для людей, которые не выговаривают буквы «р». Давайте уже продолжать, в общем-то, пунктуационный анализ, посмотрим. Моя сильная сторона, полетели. Это коварное, коварное задание. Значит, расставьте знаки применения, укажите цифру или цифры, на месте которой или которых должны или должны стоять запятые. Москва, как известно, была построена на холмах, а за века миллионы туристов и транспортов значительно сгладили рельеф. Однако, московские улицы по-прежнему состоят из подъёмников и спусков, и гуляя по городу, нередко ощущая, что дорога идёт то наверх, то вниз. На раз-два вообще. Значит, как известно, сразу обосавляем. Москва, как известно, вот прям тут же один-два накидываем. Молодец. Была построена на холмах, а за века миллионы. А мы же можем заменить на «но». Перед «но» всегда ставим запятую. Три, значит, тоже ставим. Транспортов значительно сгладили рельеф. Однако, тоже можем заменить на «но». Тоже ставим запятую. Однако, московские... Ну, пятое вообще бессмысленно. Там уже нет, да, никаких оснований для пятой запятой. Значит, не ставим. Московские улицы по-прежнему состоят из подъёмников и спусков. И вот здесь скользко. Семь-восемь точно ставим, потому что, гуляя по городу, это какое-то там обособленное. Нередко ощущаешь, перед что всегда запятая бывает, значит, девятую ставим. А вот, значит, шесть, десять и одиннадцать пока надо подумать. Что дорога идёт то наверх, то вниз. Вот здесь типа полюбас какое-то правило, типа раз, то, то. То наверх, то вниз. Я бы не поставил просто вот щедрой татарской душой. Десять-одиннадцать я бы не ставил. И шестую бы не поставил. А вот надо. Везде? Надо поставить шестую, надо поставить одиннадцатую. Шестую и одиннадцатую, да? Шестую мы ставим для того, чтобы разделить части сложно сочинённого предложения. Да, то есть смотри. Сейчас, секундочку. Коварно, хорошо, мог бы попасться. Да-да-да, чтобы разделить. А как раз одиннадцатая, когда мы видим союз, который повторяется, то-то, то мы ставим запятую перед второй частью. Потому что улицы состоят, а дорога идёт. Абсолютно верно. Вот они, ага. Вот они. Это сложное предложение, мы его разделяем запятой перед и. Это, кстати, тот случай, который, расскажите своей маме, что не всегда перед и не бывает запятой. Иногда она и бывает. Кстати. Вот, то вверх, то вниз. Почему? Вот одиннадцатую я бы никак не угадал. А вот потому что то вверх, то вниз, это у нас однородные обстоятельства. Да, и при них мы видим повторяющийся союз, то-то. И вот если мы видим однородные члены предложения с повторяющимся союзом, то мы обязательно должны поставить запятую перед вторым однородным членом предложения и последующим. Тут даже есть такая формула типа n. И большой, и средний, и маленький. То есть перед и мы первой не ставим, вторую, третью ставим. Да, абсолютно. Вспоминаю, и всё, неплохо. Полетели. Вот так, хорошо. Теперь идём. Это вообще очень такое интересное задание. Равиль, готовься. Заметьте словосочетание дно колодца, построенное на основе управления синонимичным со связью согласования. Колодистое дно. Какое? Колодистое дно. Колодистое? Ещё какие есть варианты? Колодца. Колодец, да? Ну, очевидно, что у нас будет первым словом, который вот на к начинается, с колодцем. В основе, а потом будет дно. Колодцевое. Это окончательный вариант. Представь, ты сейчас на передаче, кто хочет стать миллионером. Ты рискуешь выиграть, там, я не знаю, миллион баксов. Это ваш окончательный вариант? Да. Колодцевое. Да, других на версии нет. А вы как думаете? Пишите в комментариях. На самом деле, это неправильно. Но это самое коварное задание, я специально его подобрала. Верный вариант, зачитывай. Колодисное. Колодисное дно. Колодисное. Ты прикинь? Ещё и без пробела, да? Ну, записываем же мы без пробела. Слушайте, ну, это же никто не знал. Тут можно простить, я думаю. Я думаю, проверять. Даже компьютер, типа, забьёт такой. Ну, ладно, близко. 0,5 можно поставить. Ну, да, можем зачитать. А какие шансы у ученика узнать вот это? Вот просто знать. Чем больше типовых заданий решаешь, тем лучше. Здесь вообще четвёртое задание, самое простое, самое изишное. Его мои ребята называют прямо изи-катка. Но бывают и такие вот случаи. Интересно. Не залетело что-то, да. До дно колодца, колодисное дно. Ну, вот теперь будешь знать эту. А где ещё по аналогии вот так можно? По аналогии? Какие ещё, ты знаешь, прикольные вот такие вот странные штуки? Ну, по типу книжный магазин, да, можно, нужно заменить в управление. Магазин книг? Ну, по сути, да. Магазин с книгами? Не с книгами. Просто книг, да? Потому что, вот смотри, здесь как раз часто ошибаются, когда пишут предлог с книгами. По сути, в пятёрочке тоже вон книги могут продавать. И это будет магазин с книгами, но это же не будет книжный магазин. О. Ладно, хорошо. Урыла. Согласился. Идём дальше. Вот это вот самое любимое всех. Окажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Обскакать. Написание безударной, чередующейся, гласной в корне слова определяется согласной на конце корня слова. Обскакать. Написание безударной, чередующейся, гласной в корне. Приставка. Скак. Корень. Написание безударной. Обскакать. Ударение идёт, получается, на а вне корня. Почему не обскокать, типа, да? Почему обскакать? Написание безударной, чередующейся, гласной в корне слова определяется согласной. Прыкс. А, да? Это правильно. Можно сказать прыкскок. Если на неё падает подарение, то будет скок. А тут же смотри, зависит от конечной согласной. А ты сказал, как будто бы от ударения. Ну, ты вот сейчас как раз-таки убедился в том, что это корень с чередованием, потому что есть скак, есть скок. А есть скотч. Нет, скотча нет. Есть. Ну, а пример какой? Можешь привести? Не существует же скотч-слов. Ну, кроме пластыря и виски. Вот сейчас как раз вылетело из головы слово с этим самым корнем скотч. Как кочущий. Просто суть в том, что мы здесь должны запомнить прям пару этих корней с как скотч. Соответственно, действительно, перед Чем мы пишем О, а перед К мы пишем А. Кроме слов, типа, скачу, скачок. Получается правильно первым, да? Получается, да. Отлично, отлично. Единичку записываем. Два. Поджаренная колбаса. Любименькая. В полном страдательном причастии совершенного вида пишется дабл-м, так как оно образовано от глагола совершенного вида. Что делать? Жарить. Она же несовершенная же. Смотри, у тебя же поджаренная, а не жаренная. То есть, что сделанная, да? Поджаренная. Ладно. В полном страдательном причастии. Полное ли оно, да? Оно полное. Полное же? Ну, полное, конечно. Полное, полное. Полное страдательное причастие совершенного вида. Совершенное пишется две буквы N. Пишется. так как оно образовано от глагола совершенного вида. Поджарить. Типа, да? Да. Разве? Как будто не клеится. Ну и что, что поджарить? От того, что поджарить, поджаренное double N делается? По сути, да. Вот если бы у тебя была жареная колбаса, то тогда ты бы написал только одну букву N, потому что жарить, вот как ты правильно сказал, это несовершенный вид. Жареная колбаса с одной N, а поджаренная уже с двумя N, потому что поджарить – глагол совершенного вида. А скажи мне, пожалуйста, если бы колбаса была поджарена, одна, потому что краткое причастие же. Откуда ты это всё знаешь? Ну это же русский, мой язык родной. Ты молодец. Я вам чувствую. Абсолютно верно. И здесь действительно мы в страдательном причастии полным пишем две буквы N, потому что образованный глагол совершенного вида. Ты вообще молодец. Спасибо, спасибо. Плюс на самом деле гуманитарии же сдают тоже. То есть для меня же русский язык был профильным, когда я сдавал, и, соответственно, писать нужно очень много. Дипломы писать, госы писать, курсовые писать. Неплохо, молодец. Много читать, а когда читаешь, как будто тоже немножко развивается, плюс словарный запас развивается, и там начинаются ещё, там добавляется уже много сложных слов. Например, предыстория пишется через И, потому что русское слово и идёт при этот... Пост-ирония. Пост-ирония через И, потому что нерусское. Молодец. Так вот смотришь мои видосы всё-таки короткие. А я просто... Ну это же, мы же общий язык изучаем. Ну да. Я просто помню такие вещи. Потом типа... А сверхизысканный? Сверхизысканность. Я бы, наверное, через И написал. Правильно, через И. Но через И, да. А через И, правильно? Да-да-да, потому что не наше же слово. Наше. Сверх – это наше. Но просто дело в том, что есть две русские приставки, которые выходят из этого правила. Это сверх и меж. Ну потому что жиши пиши от души. Да, через И всегда. И сверх, потому что Х – это и так Х – это заднеязычный такой вот звук. И мы не можем ещё и И, ещё более заднеязычный. То есть это плохо для нашего речевого аппарата. То есть предыюньский через И, а сверхыюньский через И. Да, верно. Офигеть. Так классно? Да. Развиваемся. Так, полугодие. Слова с полу всегда пишутся слитно. Не могу представить пример, чтобы с полу что-то писалось раздельно, поэтому я бы сказал, что да. Ты молодец. Слова с полу всегда пишутся слитно. А с пол? Раздельно, полгода. Ты полгода раздельно пишешь? Я бы написал раздельно. А правильно, слитно. Нет! Блин, вот здесь, когда на самом деле был сначала пример с пол. Ну, я подумала, нет, наверное, Равиль купится вот на это всегда, и такой нет, по логике вещей здесь не будет. Полгода пишется слитно? Конечно. Вау. У нас вообще приставка пол может писаться слитно раздельно через дефис. То есть все три написания у нас существуют. Слитно пишут, если дальше идет согласная любая, причем это не какая-то прописная согласная, например, полказани, да, какая-то прописная, и не согласная L, то есть полгода, полкласса, пишется слитно. Полдома. Полдома пишется слитно. Пишем раздельно, вот точнее через дефис, только при правиле Юли. Правило Юли есть такое, представляете? Юлия? Юля. А, так. Что там? Знаешь, чем суть? Вот не смотрел нашим глаз с Домиром. Мы пишем пол через дефис, если дальше идет какая-то прописная, большая согласная там или гласная, неважно, например, полказани ты напишешь через дефис, полмосквы через дефис. Стоп, через дефис, а почему не слитно? А вот потому что правило Юли. А это надо запомнить. Так же вот пол пишется через дефис, если дальше идет буковка L, например, пол лимона ты напишешь через дефис. И дальше, и если идет любая гласная буква, например, пол арбуза тоже через дефис. То есть вот прям запомни, пол Казани, пол лимона, пол арбуза через дефис, это правило Юли. И раздельно будет писаться, если между пол и словом, к которому относится эта приставка, стоит другое слово. Например, пол класса мы напишем как? Слитно. А вот пол нашего класса мы напишем раздельно. Прикинь? Что логично, да. Ну типа пол нашего, потому что пол класса же, а мы же разделяем его типа на пол. Ладно, слушай, прикольно. А почему Юля? Ну просто, чтобы легко запомнить. То есть Юля, Ю, это же большая буковка. Ага, Ю это большая, Л если пол тире, а И в этом случае что делаем? Я это любая гласная буква. Из-за случаев гласной тире дефис, да? Дефис, не тире только. Тире это синтаксический знак при пенальнике. Мне недавно объяснили, чем дефис от тире отличается. Ну-ка, расскажи. Дефис это тире, которому холодно, поэтому он меньше. Очень интересная ассоциация. Учитель по английскому языку объяснил 11 класса, так что имейте в виду, к кому обращаться. Это кто, Ширид? Нет, Айнур. Интересно. На самом деле дефис это про орфографию, то есть мы пишем слова через дефис. Ну да, это часть, кусочек слова. Да, а тире это пунктуационный знак, то есть тире допустим между подлежащим и сказуемым, там тире между частями бессоюзного и сложного предложения. И тире длиннее, да ведь? И тире длиннее, да. Итак, значит, полугодие нас подвело. Нет, ты правильно сказал полугодие. Ну да, но с пол не справились. Ветры веют. В окончании глагола второго спряжения в форме третьего лица множественного числа пишется буква Ю. Типа не веят, а веют. Ветры веют. Что делать? Веять. Это же... Что там? Целую, милая. Да. Это... Веять. Это второе спряжение, да? Веять. В окончании глагола. Может, исключение? Нет. Нет. Смотри, у нас второе спряжение, это все глаголы, что наить, кроме брить, стелить, зибиться, зиждиться. Наить, да? Получается, это первое. Да, это первое. Целую, милая. А как правило так работает? Я помню, что целую, милая? Смотрите, есть правило целую, милая. Классно, что ты его помнишь. Так. В слове целую есть три гласные. Е, У, Ю. И эти гласные у нас всегда в окончании глаголов первого спряжения. Поэтому веют, целую. Это первое спряжение прям стопудово. Сложно. А милая, тут тоже есть три гласные. И, А, Я. И эти гласные у нас всегда в глаголах второго спряжения. Получается, это первое спряжение, да? Ну и все, четвертое, неправильное. Ну, неправильно. И пятое, обурганте. В окончании существительного третьего склонения предложенного прибежа пишется буква Е. Что ж такое сейчас длинное и сложное, да? Об урагане в окончании существительных третьего склонения. Ураган. Мужской род. Нулевое окончание. Какое склонение? Вот, по-моему, не третье. Какое? Третье, это, по-моему, его средний род? Нет, вот третье, это чисто женское склонение. Женское. Второе средний. Первое мужское. Не совсем. Первое склонение – это существительные мужского и женского рода с окончаниями А, Я. Там, например, там мама-папа. Второе склонение – это существительные мужского рода с нулевым окончанием Ураган. И средний род с окончанием ОЕ, например, Озеро. И третье склонение – это исключительно женское склонение в нашем патриархальном языке. Только существительные женского рода с нулевым окончанием Дочь, Печь, Мать и так далее. Короче, это не третье. Это второе. Молодец. Все. Быстро учишься, слушай. Справились. Прекрасно. Молодец. Все, один, два, три. Ты был прав, кстати, ты сам решил прям. Ну, и теперь… Ну, не все смог объяснить, да. Ну, ладно. Да ты же не учитель, нормально, зато знаешь. И вот теперь самое интересное – это метафор. Анализ средств воразительности. Укажите варианты ответов, в которых средствами воразительности речи является метафора. Полетели. У всех людей в голосе звучит одна струна, а в ее голосе как бы слышалось две. Одна звучала низкая, густо, другая высоко и тонко. Значит, в данном случае справнивают голос как струна. Да, это метафора. Откуда ты знаешь? По ощущениям. Это правда. То есть метафора – это какое-то переносное значение на основе сходства. Да, ты абсолютно прав. Потому что отговорила роща золотая. Типа, отговорила роща – это олицетворение, потому что роща не может говорить предание свойств живой, книжевой. Роща золотая, золотая роща – это украшение речи. Это не метафора, это что-то другое. Эпитер. Да, вот. Ничего себе! Вот, ладно, движемся дальше. Когда голос ее умолкал, я боялся, что она умчится, как птица. Ну, вот это как раз та штука. Думаешь? Хотя это же свойство, это же живая, она же тоже живая. Вот смотри. Здесь сравнение ее и птицы, да? А, ты имеешь в виду? Он умчится, как птица. Он ум... Ну, типа, у нас под подозрением, типа, вот то, что является метафорой, то, что сравнивают его и птицу. Да, соответственно, тоже. Я думаю, это сравнение. Да, это молодец. Это сравнительный оборот. Ну, вообще, вообще просто невероятно. Мне хотелось, чтобы он звучал вечно, и никто, кроме меня, его не слышал бы. Здесь вообще ничего нет. Молодец. Четвертое. Я услышал голос Валерии и представил себе ее. Волосы должны быть темными, глаза с угольками в середине. Ага. Глаза с угольками в середине. Попахивает метафорой. Ты молодец. Да? Все. Отлично. Даже читать не хочется. Там страшное. С заметными трещинками от воды и ветра. А, кстати, а тут уже это нормально. Заметные трещинки даже, естественно. Это да. Обветренные. Глаза ее блестели, как от слез. Хотя тут ничего нет. Ну, сравнение тут. Да, они же просто блестят. It's ok. Да, сравнительно. Ты молодец. Я даже не представляла, что ты знаешь, что такое метафора. Так это же самое простое. Он готовился, похоже. Метафору все знают. А вот, например, оксимирон. Оксимирон? Вот. Придание свойств, типа, горячий снег. Вот это вот. Да, оксимирон. Они сложнее. Есть сложнее штуки. Слушай, что такое гипербола? Как вы понимаете? Преувеличение, литота преуменьшение, градация нарастания и что-то там еще. Я даже из Сениной страничку вот эту вырывал на экзамен по-русскому, чтобы подсмотреть. А что такое метанимия, как думаешь? Метанимия? Не знаю. Ну, этого, конечно, нет вот на ОГЭ по-русскому. И синегдоха еще. Я помню слово смешное. Я легко запоминаю сложные слова, но не всегда знаю, что они значат. Вот, кстати, синегдоха – это разновидность метанимии. Метанимия бывает разная, но вот, например, когда ты говоришь, там заходишь в кабинет учителя русского языка и литературы, и говоришь, ой, у вас тут висит Пушкин. Вот, это метанимия. То есть, когда мы называем какую-то часть, да, от целого. Целая часть. «Идем бить шведа», типа, говорили про Северную войну Петра Первого. Я помню этот пример. Вот, ты молодец. Либо я читаю, там, я не знаю, Маяковского. Ты же не Маяковского читаешь, который тут лежит у тебя, а автора. Это меданимия. Да, а синегдоха – это конкретные примеры по типу, там, он знал, что такое метафора, и зал ему рукоплескал. То есть, не зал, как помещение рукоплескал, а содержимое зала, то есть, люди, которые там находились. Или там, я съел тарелку борща, это всё про метанимию, про синегдоха. Да, 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 здорово, здорово. Блин, круто. Так нравится? Не зря Телфа заканчивала, да? Так. Ну, всё, ты молодец, ты справился. Отлично, отлично. Ну, и заключительное задание на сегодня, Равень. Локсический анализ. Так, хороший темп задали, важно не подкачать, не подвести. Найдите в предложениях с 18 по 21 контекстные антонимы. Антонимы понимаем, да, что такое контекстные? Разберёмся сейчас. Вы пишите антонимическую пару. Ага, то есть, здесь, в этих предложениях, есть друг к другу антонимы, и их и нужно распознать нам. Полетели. Скучная у меня жизнь, но если ты меня приручишь, моя жизнь изменится. Солнце мазарится, продолжал Лис. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Здесь, скорее всего, 19-е отбрасываем, оно бессмысленное. Будет, наверное, 18-е с каким-то другим. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю. Но твоя походка позовёт меня, точно музыкой, я выйду из своего убежища. Может быть, убежище? Есть ли какое-нибудь место, где я очень опасно? Нет, скучная у меня жизнь, может быть, скучная. Исчисните глаголов. Глагол. Но если ты меня приручишь, моя жизнь изменится, озарится, различать. Заслышав. Во второй части смотри. Убегаю. В последнее предложение. Ты, кстати, назвал правильные уже два глагола. Ну, понятно, я все глаголы перечислил. Ну, два правильных было, в конце концов. Давай, двадцатое предложение, посмотри. Заслышав. Убегаю. Заслышав, это дипричастие, оно нас не интересует. Да, извините. Убегаю. А, и вот и следующее. Позовёт. Выйду. Ты хочешь сказать, убегаю и выйду? Да, абсолютно верно. Это же не антонимы. А вот это и есть контекстные антонимы. Это как? То есть, смотри, у нас есть антонимы по типу тьма и свет. Да. Свет и тьма. И мы как бы их различаем. Убегаю, прибегаю. Вот. И вот суть в том, что эти самые антонимы мы различаем вне контекста. А в чём суть контекстных или контекстуальных антонимов? Суть в том, что мы их различаем только в контексте, только в этом тексте. То есть, смотри, от других голосов я убегаю, а вот к твоему выйду. Заслышав людские шаги, я убегаю. То есть, когда я слышу шаги других людей, я убегаю. Но твоя походка позовёт меня, точно музыка. А-а-а. То есть, на шаги других людей я убегаю, а на твои шаги я выйду. Да. А ты вспомнилась, какого это произведения? Скучная у меня жизнь. Но если ты меня приручишь, моя жизнь изменится, солнце назарится. Продолжал Лис. Но, видимо, Лис любит кого-то. Настолько, что шаги чьи-то как походка. Мне кажется, это про Колобка. Там был Лис, а больше Лисов нет нигде в русской литературе. Но это не русская. Маленький принц. Давно перечитал, наверное. Думаю, что не читал Маленького принца. Но считаю, что идеально опознал, что Лис... Лис кого-то любит. Во-первых. А во-вторых, то, что Лис у нас нет в русской литературе. Кроме Колобка. Ну, кстати. Только в сказках нет, по-моему, серьёзного... На серьёзных чах какого-то произведения, чтобы там были животные. На школьной программе. В сути, да. Ты прав, абсолютно. Ну, ты молодец сегодня. Сказки всякие и так далее. Я, если честно, прям ожидала тебя. Такого я ждала, на самом деле. Конечно. Я же гуманитарий. Мы же язык учим до бесконечности. Плюс язык — это логика. Логика мышления. Нет, просто знаешь, самое главное, самое интересное, что ребята обычно боятся метафоры. Потому что им как-то сложно её распознавать. А чего не боятся? Что не боятся? Чего не боятся? Вот сравнение. Потому что сравнение на ОГЭ — это просто сравнительный оборот. Например, я такая же умная, как моя мама. Да, обычный сравнительный оборот. Обычное сравнение. Надо убрать из ОГЭ сравнение, чтобы не было обидно, типа, кому-то попалось метафора, а кому-то сравнение. Как ты думаешь, заря пылает? Это что? Ну, типа, заря пылать не может. Значит, это... Нельзя сказать, что это перенесение на свойство живого на неживое. Значит, это не олицетворение. Это сравнение. Сравнение — это вот прям прямое сравнение. Так, хорошо. Я такая умная, как мама. Ну, метафора? Да, абсолютно верно. Тогда метафора, да. А ветер перемен? Ты так смешно вздыхаешь. Так, ветер. Ветер перемен. Он не бывает переменчивым. Значит, это... То есть перемены, как будто бы ветер. Да, ветер перемен. Метафора. Метафора. Молодец. Ну, вот примеры, да, как раз метафоры. Кстати, пишите в комментариях свои примеры, чтобы мы разбирались. Ну, это болезненно. Что ж, Анастасия сегодня нас проэкзаменовала. Мы узнали нечто полезное. Например, правило Юли касательно случаев с пол. С большой буквами пишем через дефис. Если л, ставим дефис. Если буковка и, то... Не и, а любая гласная. Любая гласная тоже ставим дефис. Вот, эту штуку мы запомним. Большое спасибо, друзья. Большое спасибо Насте. Переходите на ее YouTube-канал. Залетайте к ней в ТГшку, потому что очень скоро нас с вами ждет экзамен по русскому языку. Не все из вас дают общество знания. Ну, я думаю, из вас-то, конечно, все дают общество знания. Но не все пока что россияне дают общество знания. А вот русский, и слава богу, нужно сдавать всем. На этом у нас все. Большое спасибо, друзья, что смотрели это видео до конца. Хочется сказать в завершении, что прямо сейчас открыты наборы на два потрясающих итоговых курса по подготовке к людскому языку. Это призванник. И к общество знанию тоже. И флеш. Разумеется, да, они доступны по всем направлениям. Флеш – это курс по подготовке с нуля за оставшееся время. То есть все темы проходятся. Он большой и он долгий. В сравнении с предбанником. Смотрите, предбанник идет последние несколько дней. Сколько у тебя идет предбанник? Шесть дней. Шесть дней. По занятия пять, по шесть часов. Шесть часов, да. За это время вы повторяете все. То есть предбанник – это способ вместе с тучителем повторить материал перед экзаменом. Повторить, заполнить пробелы, узнать что-то новое и так далее. А флеш – это прямо полноценный способ подготовиться. С нулевой оценки на максимальную за оставшееся время. Месяца достаточно будет. Вот, пишите кодовое слово Насте в сообщении группы в ВКонтакте. Ссылка на ВК у нас будет в описании. Да, 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 обязательно. Вы можете отсканировать QR-код, залетать и подготовиться. Ну и, конечно, спасибо большое Равилю, потому что он сегодня показал просто невероятно высокий результат, высокие знания русского языка. Я этого прям горжусь. Ты молодец. Спасибо, спасибо, спасибо. Учите русский язык и будьте грамотными. Всем пока.